Друзья, добрый день. Сегодня в нашем видеообзоре внедорожник Отинг Паладин. На видео автомобиль в комплектации Интеллект с бензиновым мотором объемом 2 литра турбо, с полным приводом и с автоматической коробкой передач. Цвет автомобиля черный. Диски литые, 18-дюймовые, с шинами размерностью 255 на 60, задние тормоза дисковые. В заднем бампере расположены парктроник. Камера заднего вида расположена над задним номером. Запасное колесо крепится под автомобилем. Рейлинги окрашены в черный цвет. Автомобиль оснащен люком. Боковые зеркала окрашены в цвет кузова, а ручки дверей – с хромированной отделкой. Брелок ключа с тремя кнопками. Автомобиль оснащен системой без ключевого доступа. Заглянем внутрь. Посмотрим на карту передней двери и водительское место. В оформлении интерьера использовано два цвета – коричневый и бежевый. Рулевое колесо многофункциональное с кожаной отделкой. Обивка сидений выполнена из перфорированной кожи. Водительское кресло оснащено электрическими регулировками. С помощью электроприводов сиденье можно двигать вперед и назад, поднимать или опускать и регулировать наклон спинки. Водительское кресло оснащено электрической регулировкой поясничного подпора. Память электропривода сиденья не предусмотрена. Включим автомобиль с помощью кнопки «Старт-стоп». Автомобиль оснащен цифровой панелью приборов. Левый подрулевой переключатель отвечает за управление осветительными приборами. Предусмотрен автоматический режим. Включим габаритные огни, ближний свет и противотуманные фары. Указатели поворотов – левый и правый. Помигаем дальним светом. Аварийная сигнализация. Выйдем из автомобиля и осмотрим автомобиль детально с включенными световыми приборами. Боковые зеркала с повторителями указателей поворотов. Снизу расположены камеры системы кругового обзора. Автомобиль оснащен светодиодными фарами. Передние противотуманные фары – галогенные. Передний парктроник не предусмотрен. Спереди находится камера переднего вида. Автомобиль оснащен подножками. Задние стекла с заводской тонировкой. Клиренс автомобиля составляет 215 мм. Задние фонари светодиодные. Задняя противотуманка расположена посередине в заднем бампере. Возвращаемся в автомобиль. Кнопки управления центральным замком. В этом положении джойстика активируется система электроскладывания боковых зеркал. Регулировка боковых зеркал осуществляется с помощью этого джойстика. Блок управления передними и задними электростеклоподъемниками. Только водительский стеклоподъемник с доводчиком. Регулировка корректора фар. Кнопка включения системы помощи при движении по склону. Кнопка отключения системы стабилизации. Правый подрулевой переключатель отвечает за управление передними и задними дворниками. Автоматический режим не предусмотрен. Кнопки справа на руле отвечают за выбор информации, выводимой на панель приборов. Регулировка яркости панели приборов. На дисплей можно вывести информацию маршрутного компьютера, индикацию системы мониторинга давления в шинах и настройки автомобиля. Кнопки справа на руле отвечают за управление круиз-контролем. Дефлекторы системы вентиляции расположены сверху в передней панели. В автомобиле установлена мультимедийная система с цветным сенсорным дисплеем размерностью 12 дюймов. В составе акустической системы 6 динамиков. Мультимедийная система поддерживает радио. Мультимедийная система поддерживает Bluetooth-аудио, коммуникацию со смартфоном, воспроизведение файлов из встроенной памяти и присоединение внешних устройств через разъемы USB и AUX. Мультимедийная система поддерживает функцию Z-Link. Это дает возможность подключить к автомобилю смартфон и вывести на дисплей сертифицированные приложения. Мультимедийная система поддерживает hands-free. Это позволяет говорить и управлять телефоном без помощи рук. Кнопки на руле дублируют управление аудиосистемой. Доступна регулировка громкости, выбор радиостанций или треков и управление мобильным телефоном. Автомобиль оснащен встроенной навигационной системой. Автомобиль оснащен системой кругового обзора. Предусмотрено четыре камеры – спереди, сзади и по бокам. На дисплей можно вывести виртуальную проекцию автомобиля и пространство вокруг него. Автомобиль оснащен системой переключения режимов движения. Водитель может переключаться между режимами эко, стандарт, спорт, снег, грунт или песок. Климат-контроль однозонный. Регулировка интенсивности обдува. Регулировка температуры. Выбор направления обдува. Иконка переключения рециркуляции воздуха. Иконка АС отвечает за включение кондиционера. Иконка включения электрообогрева заднего стекла и боковых зеркал. Передние кресла оснащены подогревом. Подогрев трехрежимный. Потолок серого цвета. Водительский противосолнечный козырек с макияжным зеркалом с подсветкой. В потолке предусмотрено освещение для водителя и пассажира. Шторка люка открывается вручную. Люк можно открывать в двух разных положениях. Люк можно приподнять. Люк можно сдвинуть назад. В потолочной консоли предусмотрен очечник. Пассажирский противосолнечный козырек с макияжным зеркалом с подсветкой. Посмотрим на второй ряд сидений. Он оснащен тремя подголовниками. Центральный подлокотник с боксом. В центральном тоннеле предусмотрены подстаканники. Рядом с бардачком предусмотрен выдвижной крючок. Бардачок без подсветки отделан пластиком. Под центральной консолью со стороны пассажира предусмотрена розетка. Под центральной консолью со стороны водителя предусмотрен USB-разъем. Кнопка включения системы помощи при развороте. Шайба выбора режима работы системы полного привода. Водитель может переключаться между заднеприводным режимом и полноприводными режимами с повышающей или с понижающей передачей. Кнопка включения блокировки заднего дифференциала. Кнопка включения блокировки переднего дифференциала. Кнопка включения системы старт-стоп. Ручной тормоз электрический с функцией автохолд. Индикация ручника на панели приборов. Коробка передач автоматическая, восьмиступенчатая. При включении задней передачи активируется задний парктроник и система кругового обзора. Управление коробкой передач осуществляется с помощью джойстика. Режим паркинг включается отдельной кнопкой. В коробке передач предусмотрен ручной режим выбора передачи. Индикация выбранной передачи отображается на панели приборов. Немного погазуем. Теперь перейдем к осмотру второго ряда сидений. Посмотрим на карту задней двери и на второй ряд. Оценим, как выглядит передняя приборная панель. Заднее сиденье с центральным подлокотником. В нем предусмотрены подстаканники. В спинках передних кресел предусмотрены карманы для вещей. Между передними креслами предусмотрены дефлекторы вентиляции. Заднее сиденье оснащены трехрежимным подогревом. Для пассажиров предусмотрен USB-разъем. Задние стеклоподъемники электрические. Стекло при открытии опускается не полностью. Над дверью предусмотрена ручка и освещение. В центральных стойках предусмотрены ручки. Теперь перейдем к осмотру багажника. Объем багажника составляет 1000 литров. В оснащении багажника предусмотрены крючки для крепления грузов и розетка на 12 вольт. Боковины багажника отделаны пластиком, а пол – ворсом. В правой боковине предусмотрена ниша с набором инструментов. Для сложения спинки необходимо потянуть зафиксатор. Задние сиденья складываются в соотношении 60 на 40. При сложении сидений образуется ступенька. Объем багажника при сложенных сиденьях составляет 1643 литра. Для закрытия багажника предусмотрена ручка. Лучок бензобака открывается из салона автомобиля. Объем топливного бака составляет 73 литра. Теперь заглянем под капот. Капот фиксируется с помощью двух пневмоупоров. Крышка капота отделана шумоизоляцией. Двигатель турбированный, бензиновый, четырехцилиндровый. Объемом 2 литра. С отдачей 218 лошадиных сил. Мы с вами осмотрели внедорожник «Отинг Паладин» в комплектации «Интеллект». С бензиновым мотором объемом 2 литра турбо, с полным приводом и с автоматической коробкой передач. Актуальную прайсовую цену на аналогичный автомобиль вы можете посмотреть в каталоге «Дром». Ссылка в описании к видеоролику. Благодарим за помощь в съемках дилерский центр «Отинг Борисхофф». Автомобили в наличии вы можете посмотреть по ссылке в описании к видеоролику. Друзья, ну вот наше видео и подходит к концу. Не забывайте ставить лайки и писать в комментариях, понравилась ли вам машина. И какие еще автомобили вы хотели бы увидеть на обзоре. И самое главное, подписывайтесь на канал «Дром». До скорых встреч!